Планируется, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс смогут ежедневно посещать до тысячи человек. Речь идет о занятиях футболом, гандболом, теннисом, баскетболом и волейболом. Кроме того, предусмотрены помещения для занятия борьбой. Мы корректировали проект, потом проводили конкурсные процедуры. На сегодняшний день у нас две подрядных организации, которые выполняют работы по слаботочке, так называемые, разводят все системы электроснабжения, и строительно-монтажные работы выполняет другая организация. Комплекс планируется использовать и для массовых турниров. В главном помещении появятся зрительские трибуны. Входная группа уже оборудована пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с вашим распоряжением мы предусмотрели конструкцию упалов. Это амортизаторы, две USB-плиты и спортивное покрытие. Сейчас в здании ведутся работы по электрообеспечению и созданию вентиляционной системы. Кроме того, подрядчик утверждает, что закупаются материалы для строительно-монтажных работ. До конца года этот объект мы должны завершить и, как я уже сказал, ввести в эксплуатацию. Это для нас дело чести, потому что мы рассчитывали в прошлом году это сделать, но из-за определенных сложностей подрядных организаций мы с этой работой не справились. Поэтому в ближайшее время, наверное, каждые полторы-две недели будем выезжать на объект либо комиссии, либо я в своих поездках буду также появляться и в ручном режиме контролировать прохождение работы. По итогам инспекции Иванов поручил разобраться с парковочным пространством на территории ФОКа. Планируется, что в течение дня парковка будет работать для посетителей комплекса, а ночью для жителей близлежащих домов. Станислав Трифонов, Святослав Савенков, телекомпания Одинцова.